Магнитогорский металлургический комбинат Весна. Грачи прилетели, многие уже переодеваются, пересматривают свой гардероб. Ну а вообще весна всегда диктует нам правила игры. Свежие, новые, начинается новая жизнь, а кто-то ее начинает в новой квартире. Часто говорят, что весна – это пик продаж квартир и покупки квартир. Внесла ли нынешняя весна с ее пандемией свои коррективы в эти планы? Мы узнаем сегодня у председателя комитета по предпринимательству в сфере недвижимости Союза Магнитогорская торговая промышленная палата, член региональной гильдии риэлторов Южный Урал Павла Рыбушкина. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну вот, позволяет ли нам нынешняя весна вот так вот полной грудью вдохнуть свежий воздух где-то в новой квартире? Что у нас сегодня с рынком недвижимости? Покупаются и продаются ли квартиры? Ну, да, спасибо, что пригласили. Тема для нас очень актуальная. Понятно, что у нас процессы не могут затормозиться, потому что часто люди готовятся заранее к этому вопросу. И мы вынуждены были работать достаточно активно с соблюдением всех норм безопасности. Выдавали людям маски, дезинфекцию и так далее, потому что процессы остановить мы не можем. Конечно, это повлияло на спрос на недвижимость. Часть людей вынуждены были отложить. И, наверное, я с ними соглашусь. Торопиться не нужно, слава богу. Ситуация у нас достаточно магнитогорски стабильная. Вот. Очень рады, что наши партнеры-банки продолжают работу, да, и мы не останавливаем тем самым процессы. МФЦ, все службы, Росреестр продолжают работу, поэтому мы с соблюдением, опять же, всех норм работаем, и процессы идут. Ну, вот телезрители больше, наверное, сегодня волнуют такой вопрос. Ожидается ли повышение цен вот в этот кризис, вот в этой нестабильной ситуации, повышение цен на недвижимость? Знаете, мы не прогнозируем сейчас повышение цен, поскольку данная ситуация негативно влияет на уровень жизни граждан. Поэтому обычно цены растут во всех регионах, это происходят все процессы в связи с ростом уровня жизни, да, или какими-то там макроэкономическими процессами. Учитывая то, что сейчас у нас во многих сферах стагнация, у людей падают доходы, это ясно, то оснований для роста цен на недвижимость, ну, в нашем городе нет точно. Вот. Поэтому, думаю, что точно в течение этого года мы не ждем какого-то скачка цен. Вот цены сохранят некоторую стабильность. Ну, а вот по сегментам, если разобрать, первичка, вторичка, новостройки, что у нас сейчас, какая ценовая политика? Вы знаете, все пользуется спросом. Ценовая, разбег достаточно большой у нас по ценовой политике. По-прежнему у нас в Магнитогорске вообще самые низкие цены на недвижимость в России. Поэтому у нас по-прежнему приобретать любой сегмент выгодно, уверяю вас. Даже новые дома и много сейчас в связи с ситуацией разных интересных предложений. Поэтому, в принципе, сейчас, учитывая ситуацию, и многие люди, кстати, поступают таким образом, они покупают недвижимость, чтобы сохранить деньги. Это тоже такой достаточно неплохой инструмент сохранения средств. Все-таки до сих пор остается популярным. Я не могу сказать, что это основная тенденция, но она имеется. То есть люди, у которых были накопления, они сейчас покупают недвижимость. Но вот вы советуете вкладывать недвижимость именно сегодня? Я думаю, что да. Да. В любом случае они сейчас покупают на уровне самых низких цен. То есть я не думаю, что эти цены упадут. У ряда застройщиков есть специальные предложения сегодня, и это тоже хорошо. Поэтому оснований для повышения цен нет. Поэтому приобретать недвижимость с целью сохранения, подчеркну, денег, это неплохой инструмент. Вот что касается самой дешевой квартиры в городе Монтагорске. Какая вот цена ее? Можете нам озвучить? Ну, я скажу приблизительные цифры. У нас есть небольшие квартиры, они называются малосемейки, которые могут стоить сегодня до миллиона. Уверяю вас, по России это самая низкая цена и очень доступная цена. Поэтому, наверное, самая низкая цена среди квартир, я бы назвал именно малосемейочный вариант, до миллиона приблизительно. Могу ошибаться, но плюс-минус это вот эти деньги. Задать волнующие вопросы сегодня по теме недвижимости вы можете нашему эксперту, уважаемые телезрители, по номеру 355500 присоединяйтесь к нашему обсуждению. А вообще задавать любые вопросы на любые волнующие вас темы вы можете в группе ВКонтакте «Монтагорская времечка». Мы очень ждем ваши темы, обязательно по вашей просьбе пригласим сюда важных для вас экспертов, чтобы ответить на ваши вопросы. Сейчас ненадолго прервемся, посмотрим сюжет по теме, а затем вернемся в студию прямого эфира 355500. Ждем ваших звонков. Череда всемирного напасти, конечно, отразилась и на рынке жилья. Если в начале года аналитики прогнозировали увеличение спроса на квартиры, то сегодня наблюдается существенный спад. Реально ли приобрести и продать жилье во время пандемии? Мы работаем ограниченно, конечно же. В офис у нас выходит только по два сотрудника. Клиентов мы приглашаем только по одному человеку, строго на определенное время, чтобы не было соприкосновений. Всем клиентам дарим маски, разовые перчатки. И остановить работу мы не можем, потому что все-таки у людей есть обязательства. Каждый покупает, продает. Мы в долгу перед людьми. Они на нас рассчитывают, мы должны помочь. Как эту квартиру можно посмотреть? Квартира пустая. Мы, конечно, бы вам рекомендовали посмотреть все-таки по интернету, посмотреть видеофотографии, там будет все понятно. По документам я вам могу пояснить. Если же все-таки вы настаиваете на просмотре объекта, ну тогда надо будет разговаривать с собственниками, согласятся ли они в момент самоизоляции показать. Осмотр и оценка квартир теперь происходит именно так. И риелторы ничего сверхъестественного не видят в таком общении с клиентами. Говорят, что и раньше так проводили виртуальные туры для потенциальных покупателей. Но куда чаще на сайтах можно найти фотографии квартир и понять по снимкам, что из себя представляет то или иное помещение, невозможно. Как можно купить квартиру на основании фотографии все равно непонятно. Ведь есть какие-то мелкие нюансы. Например, потек шибачок, недочеты в электрике. Приехать все равно придется. Мы на объектах, у нас это принято, мы делаем видео объекты, снимаем видео. Поэтому, когда мне звонят, спрашивают про тот или иной объект, я говорю, вы откройте, помимо фото есть видео, вам будет очень понятно. Это вы зашли в квартиру и посмотрели ее. Но какие-то мелочи все равно же не увидишь, какие-то могут быть недостатки. Ну, здесь мы все-таки предлагаем, конечно, что вы можете экипироваться, мы с людьми договоримся, можете сходить, но это риск. Мы предупреждаем, у людей есть, конечно, своя ответственность. И если та или другая сторона готовы, то они встречаются. По словам экспертов, куда важнее не внешний вид жилья, а его история. Узнать ее дистанционно непросто, когда многие организации на карантине. Выписки из домовых книг, разрешение от органов опеки, если затронуты интересы детей, этот список велик. Но вот необходимая команда собрана. Многофункциональный центр работает в режиме индивидуальной записи. Сейчас мы работаем в прежнем режиме, то есть мы проводим сделки в стандартном режиме работы офисов. Все сделки, которые были назначены, которые необходимо сделать клиентам, мы проводим. Некоторые клиенты продали квартиру, необходимо покупать новую недвижимость. Либо уезжают, необходимо продажи. Поэтому сделки все назначаем. Конечно, мы клиентам говорим, что необходимо оставаться дома. Но если есть критичная ситуация, необходимо провести сделку, то мы ее проводим. В банке мы сделали переговорные комнаты под каждую сделку отдельную. То есть клиенты между собой не контактируют. Клиенты идут, у нас много покупателей. Квартиры хорошо продаются. Сейчас, в нынешней ситуации, мы соблюдаем все меры безопасности. Режим самоизоляции сыграл злую шутку с теми, у кого сделка по покупке недвижимости уже была назначена. Когда случился карантин, у вас самый разгар был сделки. И поэтому вам некуда было деваться. И несмотря на все запреты, вам продолжать приходилось общаться с риэлтором. Вы общались онлайн. Сегодня с утра мы приехали в агентство. Нас, конечно, снабдили перчатками, масками, антисептиками. В чем они, конечно, большие молодцы. Сегодня будет сделка в палате. Все нам это очень поможет. Вся экипировка обязательно. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, мы сегодня закончим сделку и въедем в новое жилье. Тем, кто был готов к покупке жилья, особенно расстраиваться не стоит. Мониторить ситуацию и по возможности приобретения не откладывать. Аналитики напоминают, что ситуация может измениться. Особенно на рынке новостроек. Так как, по официальным данным, уже более 20% российских застройщиков приостановили свои работы. Мы не повысили цены на наши квартиры. И рынок недвижимости новостройки адаптируется к нынешней ситуации. Люди хотят приобретать новые квартиры. Жизнь продолжается. Это «Магнагорская времечка». Здесь и сейчас в прямом эфире 3555-00. Это наш номер телефона. Вы можете по нему присоединиться к нашему обсуждению. О совокупности факторов, влияющих на ценообразование и на действия застройщиков. Говорим сегодня в студии прямого эфира. На действия нас с вами, горожан, которые хотят приобрести квартиру. Хотят от нее избавиться. Вот, Павел, какой сегмент сегодня более привлекателен для клиентов и для застройщиков? Вот немножечко об этом расскажите. Вы знаете, у нас на самом деле в недвижимости среди профессионалов есть такое мнение, что свой покупатель есть у любого, у любой недвижимости, которую мы продаем. Поэтому у нас в «Магнитогорске» популярны все виды недвижимости. Я прям конкретно это говорю. От совсем небольших квартир и старых районов до квартир улучшенной планировки. На каждый объект имеется свой покупатель. Достаточно активно идет работа с малоэтажным сектором. Вот известные популярные поселки у нас в «Магнитогорске» достаточно популярные. Люди с удовольствием переезжают из своих квартир в поселки. И небольшой объем в последнее время у нас есть первичной недвижимости многоквартирных домов. К сожалению, этот сегмент немножко у нас сейчас меньше, чем был несколько лет назад. Тому есть некоторые объективные процессы. Но в целом, еще раз подчеркну, что на каждую недвижимость есть свой покупатель. Поэтому каждый выберет то, что ему удобно. Мы лишь в работе стараемся помочь человеку выбрать именно то, что нужно. А как же? Нет того, как всегда было популярно «однушки», они все-таки идут на первом месте. Более ходовой товар такой. Ну, конечно, чем недвижимость дешевле, тем она легче на рынке продается. Учитывая также и ситуацию некоторую в России. То есть дешевле недвижимость продается легче. Безусловно. И в этом плане квартиры условно либо большие дома с большой площадью, конечно, продается хуже. Но подчеркну, на каждый объект недвижимости есть свой покупатель. Еще сейчас появились студии, да, вот квартиры. Это тоже, да? Да, некоторое популярное веяние. Это маленькая однокомнатная квартира. На самом деле очень популярные у нас и по всей России. Да, доступное жилье для молодых. Кстати, вот цена какая у этих квартир? На сегодняшний день? Да. Первичная недвижимость стоимость в среднем от 31 тысячи с половиной, 32 за квадратный метр. Это насчет квартир, да. Но вот банк и застройщики как сегодня взаимодействуют? Вот тоже одна из проблем таких. Я бы сказал и банк, и застройщики, и риэлторы. Потому что я хочу сказать, подчеркнуть, что риэлторский бизнес – это движущая сила на рынке. Поэтому мы взаимодействуем все вместе. Мы всегда находим решения, мы всегда договариваемся. И профессиональные риэлторские компании, значит, обязательно мы находим всегда компромисс. Мы заинтересованы в взаимодействии. Мы работаем на одном рынке, и мы все заинтересованы, чтобы все процессы двигались. Поэтому застройщики предлагают акции. Значит, банки, понятно, ищут какие-то компромиссы, чтобы прокредитовать заемщика. Не затормаживают они эти процессы, чтобы попользоваться деньгами? Я думаю, банкам это тоже важно, чтобы процессы шли. Мы договариваемся. Слава богу, что есть нормальные специалисты, нормальные руководители. Мы всегда находим какие-то компромиссы. Мы подошли вплотную к банкам. Поговорим давайте об ипотечной ставке. Льготная, вот та самая ипотечная ставка – 6,5% годовых. В новом режиме теперь могут граждане получать ипотеку. Поподробнее расскажите, кто может на нее рассчитывать? Очень актуальный вопрос. Мы в данный момент активно с банками его прорабатываем. Дело в том, что поскольку круг заемщиков там ничем не ограничен, и формально любой гражданин может взять ипотеку на этих условиях, ограничены получаются застройщики. Потому что есть некое условие в законе, которое звучит так, что данные условия распространяются на объекты первичной недвижимости с привлечением средств по договорам долевого строительства. Но, к сожалению или к счастью, у нас далеко не все застройщики по данным договорам работали в последнее время особенно. Тому были свои причины. Поэтому, к сожалению, не вся первичная недвижимость проходит по данной программе. В данный момент мы обсуждаем это с нашими банками-партнерами, со всеми буквально, и постоянно находимся на связи. Мы надеемся очень, что найдется решение, потому что если это решение найдется, то мы думаем, что данный закон очень подстегнет спрос на первичную недвижимость. Очень. Потому что в данный момент заявок очень много именно по этим условиям. Но мы видим, что не все застройщики проходят в это, понимаете? Поэтому ситуация двоякая. То есть, если этот вопрос будет решен, значит, это очень сильно повлияет на спрос на первичную недвижимость. И это будет здорово. Если вопрос этот не будет решен, то, как и по предыдущим условиям господдержки, напомню, там условия были жесткие достаточно для заемщика. То есть, нужно было родить детей в срок после 2018 года. И не все подпадают под эти условия, только молодые семьи, кто родили второго ребенка. Поэтому условия неоднозначны. Но здесь же тоже есть и для заемщиков особые требования. Допустим, страхования. Я вам скажу так, что мы вообще рекомендуем людям страховаться. И в профессиональных компаниях Российской гильдии это принято. И мы обязательно страхуем каждую сделку. Поэтому мы-то как раз за страхование. Это обязательное условие. Хотя некоторые ипотечные продукты допускают отсутствие страхования. И мы всем клиентам рекомендуем обязательно в рамках ипотеки проводить это страхование обязательно. Но еще есть условия. Там есть, что это должна быть первая ипотека. Ну и плюс еще и на новое жилье. Вопросов очень много. Да, поймите, что с одной стороны это первичная недвижимость. Но договора долевого строительства в данный момент, в последнее время, застройщиками не так активно использовались. Почему? Потому что была внесена поправка несколько лет назад, что застройщик мог пользоваться деньгами, полученными по договорам долевого строительства, только после сдачи дома. То есть дом достроен, и застройщик получает доступ. Поэтому застройщики, условно говоря, строят свои средства и начинают продавать ближе к концу сдачи дома. Отсюда вопрос, какие объекты первичной недвижимости у нас подпадают под этот закон. Поэтому ситуация, надо сказать, очень непростая. Да, и мы все заинтересованы эту ситуацию решить. Но знаю, что банки уже принимают заявки. Дай бог, чтобы у нас получилось. А много ли сегодня уже заявок именно вот? Наши партнеры сообщают. И мы видим большое количество звонков сегодня от граждан по данному вопросу. То есть у нас уже первые заявки мы заводим, мы уже одабриваем. Но опять же, есть спорные моменты, которые до выдачи кредита нам очень важно проработать. Все-таки это наши клиенты. Если ситуация будет меняться, то могут быть некоторые последствия. Ну а вот как только снижается ставка по ипотеке, тут же возникает спрос на жилье. А не повлияет ли это на ценовую политику жилья? Не вырастет ли цена? Да, очень хороший вопрос. Безусловно, закон спроса и предложений никто не отменял. Но стоимость на недвижимость, есть такой закон, непреложный, растет. С активным очень ростом уровня жизни населения. Я не думаю, что в Магнитогорске будет какой-то резкий скачок у нас, учитывая всю ситуацию. Но соглашусь, что снижение ипотечных ставок стимулирует спрос. Потому что у нас 70% сделок сейчас на рынке, они ипотечные. Поэтому если ипотека доступна, больше народу могут взять ипотеку, улучшить свои жилищные условия. Поэтому как инструмент ипотека, безусловно, очень важна на рынке сегодня. Я поддерживаю, безусловно, инициативу президента, что данный указ может стимулировать рынок. Но вот с учетом этой поправки, есть вопросы. Ну все новое, всегда неопробовано. Как-то найдете выходы, наверное. Будем надеяться, это наша работа. 35-55-00, это наш номер прямого эфира. Мы говорим сегодня про недвижимость, как купить, продать квартиру. Если есть у вас какие-то вопросы, вы можете адресовать их нашему эксперту. С удовольствием. У вас еще есть на это время. Мы прервемся на рекламу, а затем вернемся в студию прямого эфира. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире группа ВКонтакте «Магнитогорское времечко». Там вы, уважаемые телезрители, можете задать любой вопрос. И мы пригласим любого эксперта, чтобы ответить на насущные для вас вопросы. Павел, ну вот, каждая, конечно, ситуация индивидуальна. Куда может человек позвонить? Потому что всегда возникает первый вопрос с недвижимостью. Вот оценка недвижимости. Куда можно сделать первый звонок, чтобы получить ответ на этот вопрос? Я как профессионал рынка недвижимости, да, всегда рекомендую, как сейчас выражаются врачи, не заниматься самолечением. И обращаться, конечно, профессиональные риелторские компании. Они уже, безусловно, порекомендуют те или иные решения данного вопроса. То есть я за профессиональное решение вопросов недвижимости, безусловно. Насчет оценки есть разные варианты. Есть профессиональные банковские оценщики, с кем мы работаем. И также в профессиональных риелторских компаниях мы обязательно, в первую очередь, производим оценку объекта, чтобы понимать вообще ситуацию на рынке, и по данному объекту недвижимости. Потому что объект объекту розни, иногда в одном сегменте, значит, у нас бывает разница в цене до 10-15, а то и 20%. Понимаете? Поэтому все очень индивидуально. Но, опять же, рекомендую, ребята, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь в профессиональные компании, и мы обязательно поможем. Ну, то есть не нужно здесь гнаться, чтобы быстрее, быстрее как-то что-то узнать. Да, вот та ситуация, которая сейчас происходит, мы рекомендуем людям, во-первых, не поддаваться панике. Потому что именно в момент паники люди делают много ошибок. Мы спокойно все сейчас, даже в это время, спокойно все делаем, да, с соблюдением всех норм безопасности. И, так сказать, все вопросы решены. Ну, а если ушибка, нет проблемы какой-то, да, там, смены жилья, то можно просто пересидеть, переждать, да? Тоже верно, конечно, вполне, и мы всегда решим этот вопрос позже. Ну, хотели мы затронуть еще тему мошенничества. Оказывается, и такой вариант возможен вот в вашей сфере. Что за проблема такая? Давайте обольнем. Вы знаете, во время паники, это бывает почти всегда, это очень такая плодотворная почва для мошенничества в недвижимости. По оценкам, опять же, многих экспертов, да, до 30% сделок с недвижимостью имеют те или иные признаки мошенничества. Начиная просто от банального сокрытия какой-то, ну, информации, иногда важной информации, да, до прямого подлога. Поэтому первое, на что я прошу обратить внимание, необходимо обращаться в профессиональные компании. Я все-таки рекомендую компании, которые являются членами, профессиональных сообществ, это и Российская гильдия риэлторов, и Магнитогорская гильдия риэлторов. Все-таки те компании, которые входят в эти сообщества, автоматически, ну, как бы благонадежны. Они стремятся к профессионализму. Совместно с Российской гильдией риэлторов и РГР Южный Урал проводятся аттестации специалистов, да, чтобы в профессиональных компаниях был высокий уровень профессионализма сотрудников. К сожалению, вообще, в связи с отсутствием лицензии на риэлторскую деятельность, у нас сегодня могут заниматься риэлторским бизнесом кто угодно. Поэтому, если ваш риэлтор предлагает вам, простите, работу, не заключая банально с вами договор, соответственно, он не хочет нести ответственность. Это очень важно сегодня, да, заключается ли с вами договор. Кроме этого, сделки обязательно должны быть застрахованы. То есть в профессиональных компаниях, компаниях Российской гильдии риэлторов, мы страхуем ответственность предприятия перед нашими клиентами. Соответственно, вот мы прикладываем полис каждой сделки, соответственно, каждая сделка должна быть застрахована. Ну и у каждой компании, наверное, есть какая-то технология, по которой он работает, и клиент должен, вот, наверное, еще и это установить. Ну, да, все индивидуально, все выстраивают работу по-разному, но все благонадежные компании, скажем так, во-первых, заключают договор, а заключение договора говорит о том, что исполнитель услуги готов нести ответственность перед клиентом, понимаете, это очень важно. Если ваш риэлтор не заключает с вами договор, а еще веселее, когда ваш риэлтор называет слишком низкую стоимость на услугу, то знайте, что вас просто хотят ввести в заблуждение и заработать на вас другие деньги. Услуга профессионала не должна стоить слишком дешево. Есть у нас вот телефонный звоночек был, не захотели в эфир выходить прямой, задают следующее, если вы уже выбрали вот жильем, выбрали они новую квартиру, можно ли обратиться к специалистам только для помощи в оформлении ипотеки? То есть, ну вот, я поняла, они уже выбрали жилье, да? Очень важная часть. Частично сделку совершать, да? Значит, я бы рекомендовал в данной ситуации, если вы меня слышите, обращаться не только по вопросу ипотеки, а по вопросу юридического сопровождения сделки. Потому что ипотека – это только часть вопроса, и важно исключить все возможные риски при покупке недвижимости. Потому что ипотеку-то в целом вы можете, ну, я надеюсь, можете получить. А вот вопрос сопровождения сделки и исключения других рисков, да, а специфика недвижимости в том, что мы можем исключить риски только, условно, на 99%, да, именно поэтому мы страхуем все сделки. Вот, я рекомендую в данном случае вашему обратиться за юридическим сопровождением сделки, куда будет включена услуга по согласованию условий ипотеки. Да, мы помогаем, безусловно, выбрать оптимальный продукт. И, уверяю вас, профессиональный специалист всегда сделает так, чтобы для вас это было более выгодно, чтобы вы платили меньше, ну и быстрее погасили, быстрее стали собственниками своей недвижимости. Вот еще один вопрос. Моя знакомая говорит, что можно оформить сделку самой и не обязательно оплачивать риэлтору. Ну, вот как уже повторение. Можно ли взять часть услуги и помочь мне только, допустим, с нюансами, вот с опекой? Да, да, то, о чем я вам говорил, значит, господа, не занимайтесь самолечением. Ипотека, уверяю вас, сделки с недвижимостью абсолютно не самое главное. К сожалению, со всем моим уважением к нашим партнерам банкам, банки проверяют объект только на предмет оформления на нее залога. Но те риски, которые распространяются дальше на недвижимость, которые, например, влияют на ваше проживание в ней, да, вот, существуют риски права проживания, так называемые, когда вы, купив квартиру даже в ипотеку, ну, не отследили вопрос, что кто-то имел право в этой недвижимости проживать. К сожалению, время у нас эфирное заканчивается, уже все волнующие вас вопросы, уважаемые телезрители, если вы сегодня не успели задать, можете задать по номеру телефона 59-82-88. Берегите себя, всего хорошего, до свидания, до встречи. Спасибо. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова